В столичном стрелковом комплексе «Витязь» спортсмены разыграли награды Кубка Чувашии по пулевой стрельбе. Вячеслав Ильин о тех, кто оказался самым метким в стрельбе из пневматического пистолета. Рассказывая о стрелковом спорте, журналисты не стесняясь применяют уже набившее оскомину словосочетание. Острый взгляд, твердая рука, железные нервы. Хотя сами стрелки и считают, что в их виде спорта главное все же голова. Награды Кубка Чувашии в стрельбе из пневматического пистолета разыгрывались в двух возрастных группах. Спортсмены до 21 года и старше. Самой многочисленной оказалась молодежная, а точнее школьная группа, в которой борьбу за награды соревнований вели 32 спортсмена. Первый год у нас формируется как раз вся эта система и подготовки, и проведения различного уровня соревнований республиканских. Мы впервые за 30 лет проводим данное мероприятие, то есть Кубок Чувашской республики. С олимпийской дистанции в 10 метров заветно яблочко-мишени выглядит меньше мухи. Тем не менее, юные стелки умудряются, несмотря на солидный вес ижевского пистолета, 800 граммов, попадать в цель. У представительницы прекрасной половины абсолютно лучший результат Кубка показала 15-летний кандидат в мастера спорта Наталья Евдокимова. Девятиклассница 36-й столичной школы на 13 очков перестреляла победительницу женской группы Наталью Черневу. После соревнований спортсменка поделилась с нами секретом своей победы. У нас в семье три сестры. Сегодня я няйка. Взяла Софью с собой на соревнования. Когда я стреляю, я думаю о Софье. Я не зацикливаюсь на том, что надо сделать хороший выстрел, что надо попасть в десятку. Рука не дрожит. Потом, после того, как отстреляюсь, сразу бегу к Софье и смотрю, как она там. А вот мужчины сумели сохранить статус-кво. В старшей группе обладателем трофея стал Борис Иванов. И всего три очка уступил ему победитель молодежной группы 13-летний Никита Иванов. Так что на чемпионате Чуваши, который запланирован на декабрь, борьба за золото между однофамильцами ожидается серьезная. Вячеслав Ильин. Вести. Чувашия.